Продолжение следует... Продолжение следует... Это будет интрига, вы все увидите непосредственно в нашей трассе... Володь, но сейчас основная интрига, которая, к сожалению, уже просочилась, уже какая-то информация в интернет, по поводу того, где будут проходить этапы. Мы ждем официального подтверждения. Распиши, пожалуйста, первый этап где? Первый этап будет проходить впервые в Республике Удмуртия, город Сарапул на реке Кама. Второй этап будет проходить Рыбинское водохранилище. И третий финал? Бухта Коприно. И третий этап, но он пока еще не подтвержден. Планируется, что все-таки, мы очень надеемся, что он пройдет в Самарской области, в парк отель Васильевский. А как же насчет обещанной Иваньки? Ну, вот так случилось, что в этом году мы решили там не проводить. Может быть, в какие-то последующие годы там еще состоится один этап. Может, не один этап состоится. Но в этом году календарь составлен таким образом. То, что Удмуртия, Рыбинка, Самара. Я так думаю, что Шабалин с Евтисовым, учитывая, что это не на Иваньке, немножко расстроены. Как ни странно, они обрадовались, потому что говорят, что мы уже имели опыт не очень удачной выступления. На своем водоеме, да? И, как бы, домашний водоем не самое лучшее место для спортсменов. Многие боятся своего водоема. Ну и ладно. Ладно, как бы, они боятся, но все равно делают свою работу. Девушки кололись, но все равно продолжали. Есть кактус. Да, вот. Мы идем уже на стенд сейчас Миды. И, как я и обещал, поговорим о новинках. Так что, Володь, продолжай встречать тех, кто хочет участвовать в турнире. Андрюш, извини, что мы тебя... Были в Миди-магазине про твои спинги. Я понимаю, что ты уже устал про них рассказывать, но... И про мой паспорт. И про твой паспорт. Кстати, да. Видите, он уже 4 дня здесь, так что мы сделали то, что хотели. Вот. Пойдем расскажешь про Аспра. Пойдем. Кстати, на которую я уже очень сильно запал. На... До 56 грамм. Ты про 56 грамм. Я, да, я именно про 56, потому что, ну, до 70 у меня уже есть, как бы. Я ее уже половил и, как бы, просто-напросто в восторге. Вот. Но 56 как-то, знаешь, я ее взял в руки и понял, что у нее прям идеальный какой-то баланс вот именно для тяжелой палки. Вот расскажи, Пападомик, для чего она, в каких условиях ее лучше применять. Слушай, да, на самом деле 70-ка, она на рынке уже месяца 2, а может быть и 3. Уже многие на нее половили, уже много... Есть огромное количество отзывов в интернете, они крайне положительные, кстати, как и, собственно, то, о чем ты сейчас говорил. Модель до 56, у нее такая же длина, как и палка до 70, это 82 длина. И она подразумевает ловлю как с берега, так и с лодки. Ну да, это такой универсал, именно, чтобы вот можно и с берега, и с лодки ловить. У вас пробыла очень популярная модель 79-я, она и остается до полтинника. И многие мне говорили о том, что классно до полтинника, а вот может быть чуть-чуть более длинную, чуть-чуть более тестовую. И один такой человек, потом второй такой человек, потом седьмой такой человек, и мы сделали 82 до 56. Ну и правильно сделали, на самом деле. Вот честно говорю... Нет, классная палка, я ловил ей в том числе в прошлом сезоне, ловил в основном до 70, которые, потому что мы использовали крупную резину, тяжелую груза, напали в палоках. Вот, но и до 56 тоже была со мной в лодке, и периодически я ей отправлял совершенно разные приманки. Да, ну мы это все видели, на самом деле, в видео, и с лодки, которую вы могли видеть на канале. Вот, Андрюш, ну, это все-таки не бюджет, скажем так, не бюджетные япининги. Японский бюджет. Японский бюджет, да, по японским меркам это да. Да, но ты же лодишь не только ими, а лодишь еще и другими спиннингами. Совершенно разные, конечно. Поэтому ты не можешь рассказать еще что-то, поделиться, собственно говоря, Тимис, про те спиннинги, которыми ты ловил, допустим, уже в том сезоне пробовал ловить. Слушай, Денис, ты абсолютно прав, я должен быть в курсе абсолютно всех новинок, и в том числе мы по некоторым новинкам являемся такими генераторами процесса, да. То есть мы обсуждаем, что-то предполагаем, что было бы здорово вот в этой ценовой группе вот с таким вот типажом сделать. Таки вы мне рассказывайте. Таки вы мне рассказывайте. Я ушел в себя, я понял. Так что давай, наверное, мы вот эту вот часть опустим, а пойдем, наверное, к тем спиннингам, которые... Которые ты расскажешь. Не мной, а практически всеми ловлю. Пошли. 802 мочку начинаете. Извините, модельный ряд широкий, поэтому мы ищем. О, Андрюш, я нашел. Вот она, да. Вот эта мне палочка офигенная, как понравилась. Ну, сейчас зимний сезон, я ловил в основном москварики и использовал как раз-таки вот эту 802. Это до унции? Это до унции, да. Восьмерочка, 2,40 длина, и я считаю, что вообще оптимальная и длина, и тест для москварики просто идеально. Ты знаешь, ну как бы... А еще и в деньгах за 4,5 тысячи рублей, я без, на самом деле, ложной стомности, считаю, что это охрененные палки и реально прям прорыв на рынке. Использовал в основном это поджиг или же все-таки пробовал с другими оснастками? Безусловно, отводной поводок и джиг. Но ее основное направление это джиг, но еще бы я говорил о воблерах на дальней дистанции. Сейчас так все популярно, там ночной судак, ловли на дальних бровках, большие воблеры, 100, 110, 130 миллиметров. И как раз-таки эта палочка идеально ложится и в это предназначение тоже. Ну что ж, вы видели уже две позиции. Сейчас мы пойдем еще подаем к ребятам и поговорим о других позициях, которые представлены на стенде компании МИДа. Так, кто где? Пока Дима думает о том, что же рассказать примечательного о новой серии Z-Rex 4. Вот, Дим, ты готов? Я готов. Готов. Это вошло в кадр? Замечательно. Итак, Дим, новая серия 4 разрабатывалась специально, можно сказать, что для того, чтобы ловили люди там, участвовали в соревнованиях. То есть она должна их не подвести. Не только в соревнованиях, но и на обычных рыбалках. Серия Фора, специально форелевая серия в бренде Z-Rex, разработана для российских условий и для российской форели. В отличие от японской, российская форель очень мощная. Поэтому отличительной особенностью будет то, что это не максимально мягкие спинки, а с чуть большей жесткостью комля, что позволит уверенно ее вываживать. Ты мне скажи, можно сказать, что вот мы уже же проектировали Белезы Карентия. Да. И вот, скажем так, есть какие-то отголовки вот в этой серии от Белезы Карентия? Есть одна классная модель длиной 672. Она, можно сказать, получила вдохновение из Белезы Карентия. Она имеет такую же длину, тот же тест, но с чуть более простым бланком, что позволяет ее сделать более доступной для рыболовов. Так, она, получается, в цену будет где-то около 7-8? До 10 тысяч точно. До 10 тысяч точно. Вот такая вот моделька. Но я знаю еще одну модель, которую, я так думаю, придется к месту у главлятников, наверное. Дим, это, по-моему, 76-я, если она здесь у нас есть. Да, 76-я. Вот, вот, да-да-да-да-да-да-да. Вот, это вот такая вот моделька, 76-я. Она идет до 8 грамм. Это, в первую очередь, конечно, для ловли форели. Я знаю, что ты тоже принимал участие, скажем так, что давал такой посыл, чтобы... А вот, конечно, на соревнованиях хорошо было бы вот туда поближе закидывать, вот к тому берегу, да? Можно ловить головля на реках, а в условиях ловля на платниках она позволит ловить ту рыбу, которую обычными спиннингами не всегда возможно добросить. 762-я длина, что чуть больше, чем привыкли обычно рыболовы, но позволяет кладь в лес на максимально далеко. Ну, как вы понимаете, дальний заброс нужен не только в ловле ночного судака, но и в форели. Спасибо, Дим. Здесь у нас Вихров. Вихров, Вихров. Ты Вихров не видел? Нет? Да. А, так, ну, мы видим, вот он. Денис пытается спрятать, наверное, очередные новинки, которые он нашел на выставке. Денис, будь добры, удели нам, пожалуйста, пару минут. Да, пожалуйста. Извините, что мы помешали вам деньги прятать. Вот, пошли к новинкам, ты будешь рассказывать. Ты уже что-то рассказывал в интернете. Сейчас для Даши Валаева ты повторишь все то же самое, но другими словами. Пошли. Хорошо, пойдем. А вот 84-й... Так, ну вот, мы уже подошли к Верочке или же к серии Виера от компании MajorCraft. Дэн, ну, давай, рассказывай. А я помолчил чуть-чуть. Хорошо. Ну, Виера это классный бланк от крутого производителя. Это если вообще вкратце. MajorCraft предоставляет новое удилище, которое стоит там до 7000 рублей, насколько я помню. Подороже чуть-чуть, подороже, по-моему. 7-8, да, ну, в этом диапазоне. Здесь просто классный бланк я успел половить уже на одну модель. Уже послушал отзывы ребят, которые половили. Мне очень понравилось тактильное ощущение этой палочки. Мне очень понравилась четкая работа по низам. Вообще, хочу отметить, что у всех новинок компании МИДа, у новых спиннингов, во всех линейках четкая работа по нижнему тесту. Не так, как было раньше, да, что всегда люди спрашивали, там, а вот она будет отстукивать, там, вот эти нижние, там, 4 грамма здесь. Ну, реально все классно. Всеми теми новинками, которые я успел половить, нижний тест работает идеально. У нас, получается, здесь все-таки довольно широкий модельный ряд. Вот, подошло. Подошло модели, а точнее, наверное, сделаем вот так. Вот, вот, наверное, вот так вот будет удобней. Вот он, весь модельный ряд. А вот здесь вот все, для чего эти модели предназначены. Вот, я вам даже больше скажу, насколько мне известно, то выйдем вот именно в эту серию, здесь минимально, минимально было положено на именно дизайн. Он удобный, он, как бы, все, все по классике, все по классике. Здесь основное, это бланки, то есть, я вам так скажу, что здесь бланки, которые используются практически в такой высокой ценовой категории, именно у компании Мейджор Крафт. Очень хорошие бланки. Ну, что, теперь к Сильверадо, наверное. Ну, пойдем, да, про нее я могу сказать много всего. Вот они стоят. Пушинки Сильверадо. Ими интересуются. И правильно делают. Сильверадо нравится. Отлично. Отличный пал. Великолепный. Мощное, суперлегкое удилище. Нет, то, что оно легкое, это действительно так, потому что ты, когда ее берешь, так в руки, так, дирижировать можно. Слушай, ну, все вот четыре линеечки, которые две японского рынка, представленные, есть уже в продаже, да, и две для российского рынка, которые пока в разработке, но они в скором времени появятся. Все эти удилища весит 84, 88, 94 и 97 грамм. Как вы понимаете, то есть, Денис уже здесь так же, как и я, уже четвертый день, и он уже эти цифры просто-напросто на зубок уже от зубов отстакивает. Я в самом начале знал, потому что, когда вот ловишь палкой, которая тебе прям вообще вот по душе, вот я последние все рыбалки ловлю, вот 78 моделью, 5-20 грамм, просто ощущение кайфа от того, что у тебя пушинка. Мы уже видели твой кайф и в твоих видеороликах. Отлично. Ну, собственно говоря, это, ну, клевые палки, а ихнее, конечно, направление, это наш российский джик. Только джик? Нет, я успел половить на все остальное, могу сказать, что факультативно ловить можно и на другие типа приманок, это и воблеры, и в том числе и твичингом, то есть, вполне возможно ловить этой колеблющейся блесна, но джик я бы выделил в основу. Все-таки вот такое основное направление, это джик. Основное направление джик, но если вдруг понятно... Лайт джик, лайт джик, наверное. Ну да, мы учнем, что модель у нас с тестом 3.15, 4.17, 5.20 и 5.25, да, и то есть это все-таки лайт джик, но при том, что, как бы, как бы оно ни было изящным, очень многие на выставке спрашивают, слушайте, она такая тоненькая, деликатная, а как с нее надо бросать? Я честно признаюсь, с удилищем 5.20 грамм, 18 грамм плюс 3-дюймовая приманка, я вкладывался просто со всей дури, и я реально обалдевал. Поначалу я боялся это делать, действительно думал, ну очень изящное удилище, она может, она мощная, она это может. Ну да, учитывая, что это первая серия, которую выпустила графит-лидер для ловли Бибару, Курадай, 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 вот, я так понял, соскал, но именно вот эта вот мощность, которая в ней заложена в этом тонком бланке, вот, она дает себя знать. Спасибо, Дэн, спасибо, а то я смотрю, тебя там уже ждут. Да, да, я пойду. А вот и прекрасно, вот, как бы, на ловца и зверь бежит, как говорится. Вадим, еще раз здравствуйте. Мы видели, как бы, кайфовали, кайфовали в офисе от Ambition Z, ну а теперь более поподробнее, мне кажется, что стоит донести информацию, что это, насколько вот это переплетение призвано украсить бланк, или же наоборот, его усилить, какие-то технические нагрузки внесет. Слушай, ну я что могу сказать, что вообще есть палочки, созданные для джига, есть палочки, созданные, там, для твичинга, есть универсалы. Вот эти палочки созданы для эмоций, потому что получать эмоции, потому что... Ну вот я много и часто эмоции ловлю, и реально получаешь удовольствие даже в бесклюве, да, от работы. А это уже вторично. Почему это, почему это получается, за счет чего такие, такие высокие характеристики получатся? Ну это уже второй вопрос. Ну да, вот это вот многонаправленное переплетение вот этих вот полотен, полотен, да, графитовых, Оно, конечно, многое дает, да, это дает возможность сделать снасть легче, более сбалансированной, более мощной, но при этом легкой. Да, при этом... При этом легкой и сбалансированной. Здесь, как бы в этой серии, ну, я бы сказал, что вот каждая характеристика, нет такой характеристики, которая западала бы. Да, то есть возьми чувствительность, она здесь на самом высоком уровне. Я знаю. Заброс просто, удовольствие. Ну вообще... В общем, я так понимаю, что вот смотрите, вот даже если посмотреть вот на цвет этого бланка, посмотрите, как он играет, это такой хамелеон. Как он играет на солнце, да? Да, как он играет на солнце, вот, на том солнце, которое, да. Просто Шархай Сибарс. В общем-то, мы все ходим на рыбалку, чтобы получать удовольствие. Просто удовольствие. И это неважно... Это снасть для эмоций. Снасть для эмоций. Да, это действительно, это так именно. Снасть для эмоций. Ну, собственно говоря, за тем, зачем мы и ходим на рыбалку. Спасибо, Вадим. Спасибо. Оставайся с нами. Да, я никуда не денусь, потому что буквально вот рядышком у меня стоит еще одна серия. Это от Ardent, от бренда Zetrix. Вот, это тоже серия бюджетная, которая будет стоить буквально 3,5-4 тысячи. И основное ее все-таки направление это твичинг. Вот, в линейке буквально 8, 8 спиннингов будет, где-то самое длинное это 7 и 6. Вот, то есть, скажем так, что для того, чтобы дернуть рудру, вам уже не понадобится искать какой-то дорогой спиннинг. Вот это дернет рудру легко. Ну, вот мы убудрились, так сказать, попасть в тот момент, когда чуть-чуть стало поменьше народа. Сейчас снова на стенде полно народу и очень тяжело разговаривать и снимать, потому что все хотят узнать о новинках. Что смогли, мы показали. Смотрите наши выпуски Live, смотрите наши выпуски Fishing Today. Следите за тем, как будут развиваться события на турнире Pro-Andreas League в 2017 году. А мы с вами еще увидимся, так что до встречи!